Санкции, Samsung присоединилась к санкциям против России, южнокорейский технологический гигант стал последней многонациональной фирмой, присоединившейся к комплексным санкциям против России, где рынок рухнул, а стоимость рубля резко упала, поставки в Россию приостановлены в связи со сложившейся геополитической ситуацией. «Следующий шаг будет решен после тщательного мониторинга сложной ситуации», — сказал представитель компании. Технологическая индустрия Азии изо всех сил пытается понять, как соблюдать санкции США в отношении России, поскольку они потенциально применимы к поставкам всего, от телекоммуникационного оборудования и смартфонов до ПК и игровых консолей. На этот раз, по словам экспертов, объем ограничений выходит далеко за рамки полупроводников и других компонентов и включает телекоммуникационное оборудование и оборудование для обеспечения информационной безопасности, датчики, лазеры и компьютеры, а также, возможно, бытовую электронику, такую, как ноутбуки и смартфоны. Широкий спектр потребительских, электронных и телекоммуникационных устройств может подлежать расширенному экспортному контролю в России, за исключением некоторых потребительских устройств связи, предназначенных для определенных российских конечных пользователей, — сказал Clinton U, вашингтонский партнер, специализирующийся на международных правилах торгового и экспортного контроля. Юридической фирмы Barnes & Thornburg Подмосковный ТВ-завод Samsung Electronics продолжит выпуск продукции, так как комплектующие в настоящее время имеются на складе. Однако если санкции в отношении России сохранятся, на производстве телевизоров могут возникнуть сложности.